здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в семнадцатом уроке видеокурса landing page для начинающих и в этом уроке мы с вами начинаем изучать меню виды меню то есть когда я говорю меню я имею ввиду вот например обычное меню который в принципе в этом уроке мы с вами разберем в адоб news есть несколько вариантов как можно сделать меню то есть достаточно богатые варианты как горизонтальные так и вертикальные поэтому я посвящу меню в адоб news серию уроков и первый урок про меню мы будем делать самый простой вариант на мой взгляд из обычного инструмента текст который нам предлагает программа адоб news сейчас вы видите перед собой мой сайт я здесь недавно реализовала такое меню и в принципе его мы и будем делать это обычный текстовый инструмент здесь очень прикольно мне нравится эффект при наведении у нас идет подсветочка и кнопочка прямо знаете как будто она живая при наведении смотреть она прям прогибается внутрь видите как симпатично смотрится это сделано за счет градиента конечно дизайн может быть разный может быть стоило как-то очертить границы потому что сзади фон темный и соответственно кнопочки цвет взялся отсюда но когда я делал градиент да то есть это плавный переход от одного оттенка к другому то есть верхнего часть более светлая давайте переходим в программу адоб news и начнем делать вот такое меню открываем значит новый сайт программе адоб news и клика по инструменту текст рисуем произвольную вообще размер кнопки можем сразу написать какое-то название для кнопки так выделяем наш текст делаем его крупнее так это нас слишком много можно выставить произвольный размер делаем его по центру так и здесь есть такой инструмент я кликаю на верхнюю стрелочку чтобы наш текст разместить по центру самой кнопки пока оставим так то есть смотрите а сделайте одну кнопку а полностью то есть все как вам нравится доведите ее до ума а только потом мы просто с вами про дублируем их чтобы не делать одну работу много раз и другие эти кнопки дублируем мы просто с вами выровняем ровненько и поменяем название кнопки ну соответственно ссылки на эти кнопки тоже изменим значит берем инструмент выделения выделяем наш объект кликаем вот на это слово заливка мы с вами это еще не проходили здесь есть вот такой вот пункт градиент ставим точку здесь и сразу ставим по вертикали градиент и берем значит любой цвет я значит беру цвет со своего лендинга и у нас нижняя часть кнопки темная поэтому мы с вами также выделяем опять кнопку заливка кликаем значит вот по этому цвету как раз у нас нижний цвет и и вот здесь вот в поле мы вставляем код цвета который мы взяли пипеткой и enter вот в принципе вот в этом втором цвете который у нас белый мы видим что кнопка у нас верхняя часть белая также кликаем по этому квадратику и здесь тоже выставляем тоже цвет только здесь уже играемся смотрим вот этот нижний ползунок я двигаю меня освещение то есть более светлый и у нас получается верхнюю часть более светлая соответственно мы кликаем два раза по кнопке чтобы выделить текст и здесь будет хорошо смотреться белый цвет на букву ну или как у меня сделано в мюзи да я взял именно цвет мюза самого то есть дизайн самой программы цвет у вас может быть произвольно сейчас вам главное понять как я сделал эти кнопки если мы сейчас сделаем предпросмотр то у нас здесь ничего нет нам нужно сделать чтобы у нас градиент перетекал то здесь нужно сделать выбрать либо при наведении вы хотите мышки делать либо при клике я считаю что самое эффектное это когда человек только навел но еще не призыв не произвел клик мы с вами уже разбирали такое понятие как состояние то есть смотрите нам нужен градиент поменять местами на состояние курсор над кнопкой как бы вот в принципе и все поэтому мы идем пока в стандартном состоянии опять идем заливка вы запоминаете код цвета я его пока просто скопирую идем состояние и выбираем курсор над кнопкой сразу же потом заходим заливка и там где у нас цвет светлый мы кликаем по этому квадратику и здесь выбираем темный цвет и n нам теперь нужно вот здесь вот вернуть светлый цвет если вы не код цвета не сохранили переходим в стандартные заливка по цвету кликаем и забираем код цвета теперь отсюда опять переходим курсор над кнопкой заливка и уже вот здесь мы меняем на более светлый и enter идем в браузер и сейчас вы видите как у нас в принципе при наведении уже видно какой-то такой эффект нажатия но он не такой выразительный как у меня вот здесь сейчас я вам подскажу как я это реализовал а дело в том что я здесь внизу и наверху сделал как бы отступ то есть немножко сделал кнопочку что вроде как как бы такая выпуклая кнопка получается за счет рамки выделяем кнопку убедимся что у нас находится стандартное состояние и давайте поговорим теперь об обводке кликом обводка по слову обводка и здесь надо выбрать выровнять смотрите не по центру обводки а именно по внутренней границе выбрать вот этот инструмент цепочку потом мы расцепляем чтобы у нас одновременно другие стороны не включались и нам нужно самую нижнюю вот тут есть рисуночек до прибавляем попробуем на 3 но цвет поставим как более светлая часть кнопки и enter вот и то же самое нам нужно сделать можно даже посветлее сделать тогда будет эффект на наведение то есть эффект продавливание кнопки при наведении мыши на нее будет более выразительный так наверное нижнюю рамку можно сделать посветлее а при наведении мыши внизу мы рамочку убираем а наверху точно такую же добавляем то есть я опять выделяю нашу кнопку иду в свойства и выбираю курсор над кнопкой теперь я иду обводка снизу я ставлю 0 а у верхней границы ставлю 3 до при этом надо убедиться в том чтобы у вас цепочка была разжата иначе у нас подставляется на всех четырех сторонах цепочку сжимаем и на верхней теперь 3 так я иду свойства стандартные иду в обводку мне нужен код цвета копируем его отсюда идем в свойства курсор над кнопкой захожу в обводку цвет и здесь вставляю тот у нас в принципе тот же цвет уже стоял здесь теперь идем в файл предварительный просмотр в браузере и вот за счет такой вот штуки можно рамочку сделать не 3 пикселя 2 видите что получается получается как бы как будто мы продавливаем кнопку и и вы уже соответственно выбираете либо при наведении мыши вы используете этот эффект либо при клике в моем примере в принципе то же самое только здесь еще идет подсветка сейчас мы об этом поговорим 3 пикселя я считаю много у обводки поэтому я ставлю на всех состояниях 2 пикселя ну эффекты мы с вами уже затрагивал затрагивали значит и выделяете свою кнопочку и вот здесь вот находим наверху слова эффекты а здесь выбираем третий пункт ставим свечение кликаем по цвету берем пипетку и нам нужен тот же зеленый цвет яркий можно использовать белый здесь уже на ваше усмотрение на белом фоне скорее всего будет смотреться не очень и сейчас вот я поторопился и у меня свечение идет на стандартном значит она светится будет всегда так чтобы нам свечение было лучше видно я сделаю заливку браузера какую-нибудь и так я заливку браузер выбрал такого цвета чтобы мы хорошо видели нашу кнопку видите что происходит если мы выбираем свойства стандартные то подсветка идет все время это нам не нужно выделяем наш объект и у свойства стандартных эффекты мы убираем снимаем вот здесь вот галочку идем свойства курсор над кнопкой а только теперь выбираем эффекты выбираем свечение вот и здесь уже вы манипулируете непрозрачность то есть за ползунок тяните смотрите сколько нужно вам я оставлю наверное 20 вот уже подбираете сами непрозрачность значит 20 процентов и размытие здесь уже можете по прибавлять посмотреть как лучше смотрится но еще здесь есть внутреннее свечение здесь она не подходит но где-то может быть подойдет имейте ввиду что есть такая возможность чтоб светилась не снаружи а внутри давайте сделаем предварительный просмотр то есть вот таким вот образом то есть как у нас в демо почти получается возможно свечение здесь лишнее то есть здесь уже надо вам смотреть чтобы как подходит под ваш дизайн нравится ли вам давайте уберем свечение то есть здесь уже просто надо смотреть возможно вот эти рамочки внизу они слишком светлые то есть в обводку надо кликнуть именно в цвет и затемнить так на всякий случай я скопирую код цвета теперь идем курсор над кнопкой и здесь по моему цвет тоже у нас поменялся до цвет у нас такой же здесь с более темными значит и рамочками внизу у нас не поменялся видно что наверху темнее а внизу у нас по-прежнему такой же зеленый так заберем еще раз код цвета идем стандартная вот так уже лучше чтобы немножко темнее не были в общем здесь смотрится сами главное вы поняли как это все делается и что мы делаем дальше например нам надо продублировать кнопку то есть мы например с кнопкой закончили нам осталось на нее повесить ссылку да значит смотрите нажимаем alt и у нас появляется такая витя двойная стрелка белая и черная и левую кнопку мыши просто оттягиваем отпускаем сначала левую кнопку мыши потом alt опять сделаем то же самое зажимая alt вот и сколько вам тут надо этих кнопок вы делаете так опять так опять зажимаю alt как менять название других кнопок вы знаете да двойным кликом кликайте по кнопочке так чтобы вот так мигал курсор и заменяйте здесь название для второй кнопки в общем вот что у нас получается когда уже не одна кнопка несколько уже смотрится намного симпатичней и у нас в оригинальном примере у крайних кнопок края скругленные да здесь конечно можно сделать разделитель между кнопочек но у меня дизайн такой то есть я решил делать мне нравится такой дизайн разделитель здесь можно сделать как бы разный да то есть сделать например отступ небольшой от кнопочек и какую нибудь сделать под ложечку другого цвета да и тогда воде явно будет просвечиваться соответственно здесь по краям сверху снизу под ложечку ужать то есть смотрите берем прямоугольник до и вот какой такой прямоугольник на задний план другим цветом делаем и соответственно кнопочки немножко друг от друга разв biti соответственно этой под ложечки вы даете а другой цвет вот и все итак выделяем крайнюю кнопочку и вот здесь вот делаем с краю два скругления по умолчанию 10 радиус идет здесь уже смотрите либо больше меньше как вам нравится выделяю крайнюю кнопочку с этой стороны и уже вот здесь и и скругляю давайте посмотрим вот уже вот таким вот образом смотрится наше меню и в моем оригинальном значит сайте у меня каждая кнопочка до куда-то видео соответственно ссылки я вам уже показывал как вешать на кнопку быстренько пробегусь выделяете кнопочку и вот здесь вот добавить или фильтровать список и здесь вставляете ссылку да потом кликайте по ссылке по названию гиперссылки рядышком и здесь выбираете решаете ставить ли открыть ссылку в новом окне или в этом же и подсказку например может сюда какую-то прописать для кнопки соответственно для каждой кнопки вы вешайте здесь вот свою ссылочку выделяете кнопку вешайте ссылочку и еще я советую если будет как-то это меню двигаться в любом случае это будет правильно и удобно это сделать как бы группировать в один объект вы выделяете зажатым shift-ом все кнопки правой кнопкой мыши и группировать потом обязательно зайдите в слои раскроете слой группа по умолчанию всегда будет подставляться группы два раза быстро левой кнопкой мыши кликаем по слову группа и называем по-своему это просто для нас чтобы мы не заблудились если сайт у нас будет очень большой потом кликнув по галочке мы видим все наши объекты если нам нужно что-то менять тут или редактировать вот принципе вот такое симпатичное меню здесь зная вот эти навыки уже все зависит от вашей фантазии можно сделать очень очень красивые менюшечки на этом я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг-пэйдж сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 видит делаете лендинг-пэйдж делайте их круто и и Продолжение следует...